Всем привет, это Андрей Гавриков и это мой очередной ролик из серии «Записки нумизмата». В этот раз я не буду, наверное, показывать монеты практически, но я хочу поделиться с вами своими приобретениями. Дело в том, что я сейчас записываю видеоролик, находясь на зимовке в тайском городе Хуахин. И здесь ты невольно начинаешь пользоваться интернет-магазином, местным, который называется «Лазада». Быстро, недорого, привозят всякие разные качественные товары. И я подумал, а почему бы мне здесь не прикупить себе электронные весы и электронный штангенциркуль? Честно говоря, я заказал еще пачку перчаток белых для того, чтобы не оставлять пальчики на монетах, но они пока не пришли и в этот видеоотчет не попали. Ладно, давайте посмотрим, что мне привезли, расскажу, сколько это стоило, распакуем, проверим, как это работает, не работает, зависим, замерим некоторые монетки. Погнали! Вот посылки, упаковки эти, которые доставлены из «Лазада», несколько дней уже как лежат и ждут этого сладостного момента. Ну, я не буду мучить вас своим кряхтением, пахтением и ковырянием в этих упаковках. Я сейчас это дело распакую и покажу, что из этого получилось. Ну, вот так вот выглядят упаковки от весов и от этих вот батареечки. Я вот эти весы видел на выставке «Монет в Таиланде» в Бангкоке, когда я был. Одного из продавцов прямо один в один такие же были. Фишка этих весов в том, что они до 500 грамм. В основном все, что продается в «Лазаде», вот эта вот модель до 200 грамм, а эта вот до 500. Я, конечно, сомневаюсь, что я буду что-то такое тяжелое сюда вкладывать в эти весы до 500 грамм. Но все же разница какая-то минимальная, чего же не взять. По цене они обошлись мне в 360 рублей с доставкой прямо вместо проживания в Таиланде. Ага, понятно, да. Все понятно. Так, и давайте посмотрим, что у нас здесь с электронным штангенциркулем. Смотрим, как это выглядит. Тяжелый, металлический. Мне товарищ советовал ни в коем случае не брать пластиковые или карбоновые какие-то есть, а брать конкретно вот металлическую модель, потому что он измеряет точнее, лучше и более надежно. О, видите? Начинаешь так двигать, и он начинает показывать расстояние. Угу. Интересно. Так, ну сейчас проверим на практике. Замерим какой-нибудь из купленных до этого здесь во время поездки монет. Взвесим и измерим диаметр. Так, ну вот одна из монет, которую я покупал на выставке в Бангкоке, меня смущает. Это однорубия Индия 1900 года, серебряная, вот в отличном таком состоянии. Ее вес должен быть 11,66 грамм. Сейчас давайте проверим какой это вес на самом деле. Хм, все идеально, 11,65. Диаметр у нее должен быть 30,78 в миллиметрах. Давайте посмотрим. Ой, боюсь повредить. Надо будет сделать, наверное, какие-то 30,78. Слушайте, ну все, моя душа спокойна. Это оригинальная монета, это не подделка. Все в порядке, супер. Теперь буду, наверное, с собой брать на всякие разные эти покупки. Так, давайте я какие-нибудь еще монеты достану ради интереса. Поизмеряем, посмотрим, как это выглядит. Потому что для меня это впервые в новинку, так скажем. Так, следующая монетка у нас Непал. 1968 года, коллекционная, не юбилейная, серебро. Диаметр у нее должен быть 32 миллиметра. Так вот, аккуратно, чтобы не зажимать. 32, видите, 0,5-0,3 он что-то выдает. Так, давайте посмотрим вес. Что он нам покажет по весам сейчас. Должно быть 15,6 грамма. 15,46. Вот так вот. И вот теперь и думаю, настоящая это или нет. Хотя, выглядит как настоящая. Но есть небольшие расхождения по весу и по диаметру, там, в какой-то сотой доли миллиметров. Как вы думаете, настоящая это монета или подделка, коллеги? Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением в комментариях. Ладно, на этом я буду завершать свой видеоролик. Доволен обновками. Буду тестировать, смотреть, проверять. Надеюсь, это обезопасит меня от приобретения каких-то неоригинальных монет. Подделок всевозможных и так далее. Есть ли что-то такое подобное у вас? Где покупали? Сколько стоило? А, кстати, напомню еще раз. Вот это я купил за 190 бат вместе с доставкой. Где-то, ну, это 360, там, 380, там, короче, до 400 рублей. Это мне обошлось с доставкой в районе 320, что ли, бат. Короче, в районе 700 рублей. Вот из нержавеющей стали такая вот штука. Окей. Что-то подобное есть у вас? Чем вы измеряете вес, диаметр? Делитесь, рассказывайте в комментариях. И ваши мысли нужны. Подделена эта монета в итоге или нет? Как вы считаете? Ну, вроде бы, не должна быть. Не похоже. У меня есть похожая с такой же серии. Следующим годом. Выглядит абсолютно так же практически. Ладно, все. Всем спасибо. На связи. Пока-пока.